Алексей Евгеньевич, недавно «Росатом» ответил свое 15-летие. Хочу пользуясь случаем еще раз вас поздравить, весь коллектив «Росатом», передать сотрудникам самые наилучшие поздравления и пожелания. Конечно, от ваших сотрудников зависит, в первую очередь, безопасное и надежное функционирование серьезных ядерных объектов. И государственная корпорация «Росатом» объединяет сотни, я бы сказал, высокотехнологичных предприятий, компаний, которые уникальными компетенциями обладают в сфере атомной промышленности, ядерной энергетики. Это стратегический сектор, который практически имеет ключевое значение для стабильной работы всех отраслей экономики и комфортной жизни миллионов россиян. Компания не только возводит современные атомные станции, что, в общем-то, все знают, но и является в этой сфере мировым лидером и с момента своего создания очень серьезно занимается научно-технологическими разработками, заделами в области перспективной энергетики. Активно расширяется и российский флот атомных ледоколов. Это самые большие, самые мощные в мире ледоколы. И в акватории Северного морского пути выполняют они штатные задачи. И сегодня уже у нас три ледокола, которые... Новых. Да, новые имеется в виду. Пожалуйста, расскажите подробно, как была выстроена работа Росатома в прошлом году с учетом как раз новых условий. Пожалуйста, вам слово. Спасибо от всего коллектива за поздравления и за то взаимодействие, которое у нас есть на сегодняшний день с правительством Российской Федерации. Попробую и на этом тоже, с вашего позволения, сделать акцент в своем докладе. 22-й год был непростой, но мы пришли практически по всем направлениям наших основных таких валовых показателей к рекордным результатам. Я обратил внимание на три буквально момента. Это карты КПЭ, которые возглавляются строчкой выполнения гособоронзаказа. Некоторые позиции кратно выросли, но все равно выполнение гособоронзаказа 100%. Ну и суммарный показатель выполнения наших плановых значений 105 с лишним процентом. Новый рекорд в выручке, более чем 1,7 триллиона рублей и более триллиона рублей собственных инвестиций. Бюджет дает нам якорные стартовые инвестиции по всем проектам, и мы кратно добавляем к этим направлениям уже собственные средства, заемные ресурсы. Это позволяет нам и проекты выполнять, и социальные показатели улучшать. Теперь к конкретным проектам. Владимир Владимирович, я хочу начать со слов благодарности. Я в 2021 году обратился к вам с просьбой. Чтобы правительство нам помогло в работе на зарубежном рынке по признанию атомной энергетики зелёной. Мы сделали все шаги в России, внесли атомную энергетику в зелёную таксономию. Китайская Народная Республика сделала то же самое, к слову сказать, и в Евросоюзе. Такие решения принимаются. Но вот 2022 год стал таким ключевым годом, и общее суммированное мировое мнение, что атомная энергетика является зелёной. И, исходя из этого, сейчас страны формируют свои дальнейшие программы развития. Мы продолжаем оставаться лидерами практически по всем компетенциям, связанным с атомной энергетикой в мире. Держимся в тройке на первых местах в добыче, обогащении урана, поставках топлива. Ну и, конечно, мы являемся, безусловно, лидерами с точки зрения строительства атомных станций. Вы уже сказали, вот с особой гордостью своих товарищей, хочу сказать, что в прошлом году на планете родилось 7 атомных строек. Наших из них 5. Это, конечно, показатель удельного веса нашего экспорта. Владимир Владимирович, Вы ставили задачу создания по разным направлениям технологического суверенитета. Тоже хотел бы подчеркнуть, что мы работаем в этом смысле слаженно с правительством. Начну с оборудования промышленного, оборудования для нефтехимии, газовой отрасли. Всё мы делаем, и все проекты практически начинаются со стартовых инвестиций, которые идут по линии импортозамещающих субсидий Миндромторга. У нас один из трёх в мире построен стендов испытания газового оборудования. Идёт большая работа по линии композитов, накопителей энергии, лазерной техники, 3D-печатит водорода. Ну и мы заложили здесь в конце 2022 года завод по производству литий-ионных батарей. Отдельная работа, Михаил Владимирович, по медицине. Получили мы соответствующие свидетельства, сертификаты от Минздрава. И уже начали в таком промышленном формате выполнять работу, связанную с поставками комплексов гамма-терапевтических Брахиум, комплексов дистанционной лучевой терапии ОНИКС. Разрабатываем сейчас линейный ускоритель для дистанционной радиотерапии, онкологии ТОРУС. И целый ряд других разработок входит в промышленную основу и уже поставляется на сегодняшний день в клинике Российской Федерации. Это где мы догоняем импортные поставки, замещаем их. Остаются направления, которых мы законодатели. У нас 30% мирового рынка радиоизотопов. И в Обнинске мы заложили соответствующий завод уже по производству радиофармапрепаратов. Отдельно остановлюсь на Северноморском пути. Михаил Владимирович, я очень хорошо помню задачу, которую вы поставили в конце 2021 года. Огромное вам спасибо, что к этой задаче вы добавили нам и доверие, и дали определенные полномочия в Северноморском пути. Они реализованы в качестве оператора не только ледокольных проводок, но и всего морского движения. Мы неплохо прошли весенне-зимнюю навигацию, но и перевозки российских производителей продолжают расти. Задача, связанная с цифровизацией, в первую очередь с промышленным ПО. Михаил Владимирович, по вашему указанию, создано 16 индустриальных центров компетенции. В 8 из них мы принимаем участие, один моделируем сами. Всего 33. Наверное, где, так или иначе в промышленности вы участвуете. По промышленным ПО мы участвуем, да. И наши платформы, и по ПЛМ направлению, среднего класса, пока есть система, по БИМ моделированию, управлению стройками. Это задачи, связанные с инженерным программным обеспечением по математическому моделированию, по созданию жизненного цикла предприятия, по планированию ресурсов. Мы это делаем и с нашими одноклассниками, это и Ростех, и РЖД, и, конечно же, с частным бизнесом, с предприятиями частного сектора. И мы считаем, что мы сложим предложения на российском рынке именно из-за российских продуктов. Ну и финальная наша базовая задача, та, с которой вы начинали, от обеспечения своей страны электроэнергии. Ну и я очень надеюсь, что новые стройки также развернутся. Вы поздравили нас с 15-летием. Действительно, это не дата рождения отрасли, это одна из вех развития. И в этом смысле, конечно, за 15 лет очень большой путь пройден. Президент принял абсолютно правильное решение тогда, в 2007 году, создав в одном управленческом звене и министерство, и корпорацию с коммерческими показателями. Мы уникальны и вот по этой сути в мире, и по набору компетенций. Это позволяет нам, конечно же, сохранять эти лидирующие позиции на мировом рынке. Алексей Сергеевич, хочу сказать, что вы не только показываете хорошие показатели годовые, как корпорации, по основным функциональным направлениям своего развития, но и также являетесь бесспорным лидером в научно-промышленном производстве. Очень много наукоемких, технологических, в том числе и открытий, и производственных процессов сегодня Росатом курирует. Мы можем много примеров привести, начиная от композита, которым вы занимаетесь в Алабуге, и заканчивая очень большим спектром тех же самых информационно-технологических продуктов. Скажите, пожалуйста, как с этим обстоят дела, какие новые есть разработки, что вы сейчас делаете, где есть у нас, скажем так, перспективы? Национальный проект развития техники, технологий в области использования атомной энергии. Атомная энергетика четвертого поколения, быстрые реакторы, реакторы на свинцовом теплоносителе, возможность исключения любой запроектной аварии и замыкания топливного цикла. Вот это то, о чём лишь мечтают энергетики всего мира, атомные, а мы реализуем этот проект, проект «Прорыв» на территории Томской области в Северске. К этому, конечно, добавляется очень большая работа по послезавтрашнему дню атомной энергетики. Это термояд. Мы участвуем в международном проекте ИТР и занимаемся своими разработками. В том числе и с вашего одобрения уже второй год реализуется проект «Национальный центр физики и математики» рядом с Саровым. В открытой части определено 10 научных направлений, связанных с теоретической физикой, с ядерной физикой и с направлениями завтрашнего дня, использованием искусственного интеллекта, супервычислений, фотонными технологиями. И можно сказать, что есть уже не только первые ученики, выпускники этого центра, но и первые научные исследования. И мы с большой, конечно, надеждой относимся к этому научному центру. Надеемся, что там появятся новые Курчатовы, Зельдовичи, Харитоны. И будут работать далеко не только на интересы ядерно-оружейного комплекса. И еще целый ряд направлений, связанных в первую очередь с новыми материалами, с технологиями в сфере лазерных компетенций, совместные проекты с Роскосмосом, в том числе по созданию новых энергетических установок для космических кораблей, для использования дальнего космоса. Все это имеет не только теоретическую основу, но имеет практическую реализацию. Эти проекты сейчас находятся в неокровской стадии. Спасибо. Еще о науке в сфере медицины. Вы серьезно очень занимаетесь медицинскими технологиями, но в частности лучевая терапия. Это то, чем занимается сегодня Росатом, и то, что может помочь огромному количеству онкологических, тяжелых больных. Знаю, что такие разработки, такие изыскания ведутся очень активно. Знаю, что с врачами ведется работа, и целый ряд институтов в этом задействовано. Разработок медицинского оборудования у нас немало. У нас их порядка где-то 16-17, и все они абсолютно конкурентоспособны по своим параметрам. Это связано с таким длительным циклом исследований, но они не были востребованы, поскольку импортный рынок их немножко двигал. Понятно, что последний год-полтора нас поставили в новые условия, и мы очень благодарны Минздраву за то, что у нас сейчас расположен целый заказ на производство медицинских ускорителей, конкретных установок получевой терапии. И уже вот в последние дни 22-го года они поступили непосредственно в медицинские учреждения. И мы, конечно же, считаем, что в течение 5-7 ближайших лет мы полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы, они тоже необходимы. И через каких лет? Я думаю, в течение 5 лет ближайших. Запишу. Обязательно потом посмотрим, что получилось. Алексей Евгеньевич, еще важнейшая тема – это экологическая безопасность. Президент говорил о том, что это одна из ключевых задач в стране, экологическая безопасность в целом. И, конечно, в том числе вопросы, связанные с борьбой по изменению климата, они также у нас на постоянном контроле. На территории всей страны по поручению президента мы ведем работу по ликвидации объектов накопленного вреда. И это очень много непростых таких проектов. Хотел бы, чтобы вы рассказали о самых ключевых из них. Смотрите, у нас объектов накопленного наследия, как мы говорим, немало, но есть те, которые требуют неотложных мер. И правительство нас привлекло к этой работе. Началось все с полигона «Красный бор», где в течение десятилетий в Ленинградской области свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб и здоровью человека и природе отходы. Создана технология была вместе с Академией наук, построены опытные установки, они опробированы. И мы приступили уже к работам на «Красном бору» с целью в 2024 году эту работу завершить. Еще одна точка нашего присутствия – это Иркутская область. Сразу несколько полигонов, город Уссулий-Сибирский, где работа идет полноходно, я об этом рассказываю. Но такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал. Это байканский цедлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близи от Байкала. Опять же, мы пошли по разработке оригинальной российской технологии, утилизации этих отходов. В целом, переработано, если мне не изменяет память, около 112 тысяч кубометров уже отходов. Это позволило снизить уровень этих надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал. На ряде полигонов мы приступили уже к проектным работам. На ряде направлений исследовательские работы продолжаются под контролем правительства Академии наук и Росприводнадзора. Я уверен, что и в Уссолье-Сибирском, и на Байкальском цедлозно-бумажном комбинате мы справимся в те сроки, которые предписаны национальным проектом «Чистая страна». Алексей Евгеньевич, спасибо. Тема экологии очень важна и чувствительна для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном, главное, чистом для здоровья месте. Пожалуйста, эту тему, конечно, надо держать на особом контроле, о чём я вас уже попрошу. Продолжение следует...